всем привет хочу в этом видео вместе с вами промчаться по северо-восточной хорде от 8 километра мкада на востоке до 77 километра мкада на севере северо-восточная хорда сокращает путь по мкаду от 8 километра до 7 седьмого километра это 39 километров по северо-восточной хорде это 29 километров можно это расстояние про преодолеть за 20-25 минут так погнали поворачиваем с мкада центр москвы на северо-восточную хорду сразу после поворота скорость не больше 70 километров в час пока стучим резиновыми копытами по асфальту немного полезной информации проезжаем чуть подальше и знак ограничения скорости 90 километров в час вообще на всем протяжении северо-восточной хорде рекомендуемая скорость не больше 90 километров в час есть одно единственное место это в районе шоссе энтузиастов где северо-восточная хорда делают петлю там рекомендуемая скорость до 60 километров в час кстати видеокамер на самой хорде достаточно поэтому лучше конечно не превышать северо-восточная хорда открылась 10 сентября 2022 года до этого она работала частями и скорость в различных ее местах была разная 50 60 километров в час на хорде 34 полосы большая часть ее конечно четырехполосная ближе к востоку и небольшой кусочек к северу трехполосных кстати на всем этом протяжении заправок нет нельзя заехать на заправку и тут же продолжить движение по хорде есть конечно а з с но заправившись только делать лишние круги после заправки чтобы опять вернуться на хорду на большей части трассы с одной и с другой стороны стоят звукопоглощающие щиты но конечно ведь трассы идет через город есть места где дома очень близко к хорде что могу сказать по загруженности трассы в утренний час пик машины скапливаются это если ехать с востока на север в районе шоссе энтузиастов и алтухевского шоссе а вечернее время около востока при съезде на мкад и в районе проспекта мира если есть ехать на север кто хорошо дружит с навигатором то все это можно увидеть по навигатору вот в этом месте поворот на центральную часть хорды это район шоссе энтузиастов а прямо попадаете на проспект буденного тут вообще две полосы но это небольшой только кусочек вот заканчивается двухполосный кусок с ограничением 70 километров в час впереди развязка с шоссе энтузиастов и участок в четыре полосы и скоростью 90 километров в час проезжаем эстакаду и развязку с шоссе энтузиастов справа наш любимый измайловский парк а слева идет мцк и станции шоссе энтузиастов и соколиная гора кстати мцк идет рядом с хорды на протяжении большого расстояния ну где-то 7 километров впереди такое слегка оранжевое здание это многоуровневая парковка хорда хреначат прямо через нее здание большое не знаю используют ли ее по назначению но первые два уровня сдают в аренду вот туннель под паркингом а справа все идет зеленая зона измайловского парка на этом съезде можно свернуть и гульнуть в парке впереди справа три большие здания это измайловская гостиница скорее всего это гостиничный комплекс из четырех зданий вега, бета, дельта и альфа на наш взгляд эти гостиницы одни из самых лучших в москве в общем оптимальный вариант между ценой и качеством большой выбор номеров особенно хороши номера в альфе в конце видео можно увидеть как они освещаются в темное время суток рядом с гостиницей измайловский кремль красивые сооружения с торговыми рядами на территории есть отличный дворец бракосочетания продолжаем крутить колеса по трассе впереди щелковское шоссе слева территория бывшего чертизона сейчас там торговый центр новочеркизовский пролетаем в туннели под щелчком в москве быстро возводят новостройки жилые комплексы многие по реновации вот вдалеке кучкуются такие новые сооружения по москве все больше и больше высокие здания стоят плотно друг другу экономя площади застройки в этом месте обратная часть хорды начинает подыматься и постепенно нависает над нами тут два направления трассы идут один над другим так построили за что не хватило места для обратного направления помешало МЦК так что хорда в этом месте двухэтажная а МЦК преспокойно расположилась рядом и так половину хорды мы пролетели со свистов впереди вторая ее часть скоро трасса пройдет через Лосиностротскую лесную зону как я уже и говорил на трассе стоят звукопоглощающие щиты как раз хорду и Лосиностротскую зелень разделяет такое сооружение тут эти щиты установлены на большом расстоянии их сделали оригинально белый салатовый цвет волной омывает хорду с двух сторон но хоть какого-нибудь съезда к лесной зоне нет надо накрутить немало километров если хотите гульнуть в Лосиностротском лесу это не то что ситуация в Измайловском парке кстати карманов на трассе нет приближаемся к развязке с Ярославским шоссе там Северянинский путепровод он соединяет кончик проспект Мира и начало Ярославки проезжаем эстакаду а под нами проспект Мира справа виднеется ломанное здание это ТРЦ Европолюс впереди слева станция МЦК Ботанический сад ну и чуть подальше начинается сам садик а МЦК все хреначит слева от хорды сделать трассу через застроенный мегаполис наверное непросто мешает дома постройки ну и наверное все что на пути застроено есть места где здания располагаются очень близко к хорде как это например справа проезжаем жилой комплекс с быстрого визуального осмотра вроде бы неплохо здание симпатичное и территория благоустроенная но опять несколько башен стоят почти вплотную к трассе это большая печаль проехали жилой комплекс Фиблова Пик впереди длинный съезд на сигнальный проезд так можно попасть на Алтуфьевское шоссе все-таки в выходной не то что в будний день трасса намного свободнее слева все еще идет зеленая зона ботанического сада впереди станции метро Владыкино выходы справа и слева от хорды и мы проезжаем Алтуфьевский путепровод впереди станция окружная НЦК над хордой свисает переход от станции проезжаем развязку Дмитровского шоссе тут мы немножко ускорились движемся в районе Лехобор впереди хорды уходят вправо, а МЦК влево проезжаем станцию Лехоборы МЦК справа недалеко от трассы экологический парк Лехоборка и чуть подальше параллельно Хорде, Шпай, Дмитровка кстати, после МКАДа тут в северной части через небольшое расстояние хорда перетекает в платную дорогу М11 она за хорошие деньги быстро доставит вас к Питеру справа железнодорожная станция Массельмаш впереди Ховринский путепровод сразу после путепровода слева небольшой Грачевский парк почти 13 минут нам понадобилось чтобы совершить экскурсию по трассе впереди МКАД съезд делаем на внешнюю сторону МКАДа по Бусиновской эстакаде хочется пожелать вам чтобы этот путь по северо-восточной форде вы преодолевали быстро без пробок и всевозможных дорожных неприятностей и на сладкое в конце видео некоторые моменты на трассе в темное время суток суток а суток и раз и Субтитры сделал DimaTorzok